Андрей Фадзеев вступил в должность главного врача 2-й районной больницы в конце ноября 2015 года. Начиная свой отчет, он выразил особую благодарность тем, без кого все достижения этого периода были бы для медучреждения невозможны. В самом начале доклада хочу сказать, что все эти наши достижения, которые вы увидите чуть позже, были бы невозможны без поддержки нашего министра здравоохранения Московской области Дмитрия Сергеевича Маркова, главы Одинцовского района Андрея Робертовича Иванова, руководителя администрации нашего района Татьяны Викторовны Одинцовой и, конечно же, начальника нашего управления Ирины Владимировны Друсановой. Всегда приятно говорить о планах, выполненных на 100%, особенно если дело касается такого важного мероприятия, как диспансеризация. Андрей Фадзеев пояснил, что в районной больнице номер 2 ей уделяется особое значение. По итогам 2016 года на базе медицинского учреждения диспансеризацию прошли около 6,5 тысяч человек. За 2016 год в наших стационарных отделениях прошло лечение больше 6400 человек, что существенно больше в 2014 и 2015 годах. В минувшем году в Перкушковской больнице на 17 тысяч увеличилось количество посещений амбулаторно-поликлинической службы и на 10% стоматологической. На работу пришло более 50 новых специалистов. С февраля месяца в больнице успешно функционирует услуга «Вызов врача на дом» через интернет. Год назад по инициативе главы района Андрея Иванова здесь был запущен уникальный для Подмосковья проект открытия для ветеранов ВОВ четырех комфортабельных палат, оснащенных системой кондиционирования, душевыми кабинами с сидениями и ортопедическими кроватями, кнопкой экстренного вызова медперсонала и браслетами с геолокацией. Только с начала этого года стационарную помощь в них оказали 70 ветеранам. Аналогичного блока нет ни у одного учреждения Московской области. Я хочу сказать еще раз спасибо Андрею Робертовичу за то, что эти палаты именно были открыты в нашей больнице. Это звено лечебное, которое мы давно ждали, конечно, ценность того, что главный врач в условиях действующей больницы нашел возможность выделить помещение, отремонтировал условия созданные. С нашей общественной организацией побывали уже там 35 инвалидов войны. Все с благодарностью отзываются. Также в 2016 году было проведено 15 социально значимых мероприятий, таких как «Земский доктор», «Социальная ипотека», «Бесплатное обследование, приуроченное ко Всемирному дню борьбы с глаукомой», «День зубного врача», «Акция «Меняем сигарету за конфету», «День здорового зрения», «Выездная акция по вакцинации от гриппа». Удачно стартовал и проект окружной телемедицинской конференции. Открылась школа сахарного диабета и колл-центр. Была разработана символика и атрибутика медучреждения, а также календарь с телефонами и горячей линией главврача «Сквар-кода». Изменения коснулись и внешнего облика больницы. За это Андрей Фадеев поблагодарил главу жаворонковского поселения Светлану Дэвис. В 2016 году больница получила лицензию на 27 новых видов деятельности. Также одним из ключевых достижений является экономия в сфере закупок. Она превысила 4 миллиона рублей. В медучреждении проведен капитальный ремонт, а также перепланировка педиатрического отделения. Главврач высоко оценил работу отделения неотложной медицинской помощи. «Вот эти отчеты позволяют узнать, что же нового появилось в наших лечебных учреждениях. Почему? Потому что некоторые не знают. А здесь мы видим наглядно, что привлечено». «Сделано очень многое, но многое еще и предстоит сделать». Этими словами Андрей Фадеев завершил свое выступление. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова